МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все благодаря крупнейшим проектам. Это Малмышский ГОК, Амурский оловянный металлургический комбинат и Тихоокеанская железная дорога. Проложено свыше 270 километров крупнейшей в России частной Тихоокеанской железной дороги на севере региона. Она обеспечит экспорт угля из республики Саха-Якутия в строящийся морской порт Эльга. И Эльга сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тысяч тонн каждая. Говорим БАМ, слышим Хабаровский край. Модернизация восточного полигона РЖД во многом происходит у нас в регионе. Штаб дальневосточной железной дороги расположен в Хабаровске. Особое внимание Михаил Дегтярев уделил теме поддержки участников специальной военной операции и их семей, помощи подшефному городу Дебальцево и работе предприятий оборонно-промышленного комплекса. С самого начала СОУ весь край встал на защиту России. Мы поддерживаем наших воинов. Мы запустили производство байги, беспилотных летательных аппаратов. Мы ремонтируем двигатели для БМП. Мы выпускаем средства маскировки и шьем армейские палатки. И с мая одними из первых мы открыли по поручению президента филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Уверен, что ваша поддержка придаст новый импульс развитию нашего края. И еще раз благодарю лично вас, Валентина Ивановна, за поддержку нашего региона и наших людей. В ответном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Хабаровский край обладает рядом преимуществ. У него выгодное географическое положение, в нем выстроена крупная транспортно-логистическая сеть, развитию способствует близость КНР. С приходом нового губернатора, команды новой, вот за два последних года наметилось такое позитивное движение по целому ряду таких стратегических для региона направлений. Мы видели многое на выставке. Мы встречались с Михаилом Владимировичем и с председателем Законодательного собрания обсуждали. Действительно, это не только преимущество, но это огромный потенциал и огромные перспективы развития региона. Накануне Михаил Дегтярев и Валентина Матвиенко посетили выставку Хабаровского края, которая развернулась в Совете Федерации. На экспозиции представлены главные достижения региона, местная продукция и проект мастер-плана по развитию Хабаровска. Суммарно посчитали инвестиции вместе с частными, государственными, кредитными, разными консессионными, КЧП-проектами. Получили 850 миллиардов до 30-го года. Все это упаковали, собрали и сейчас делаем. Это и объединенные набережные, ревитализация центров Хабаровска. Вот это наша гордость, Дальневосточный художественный музей, он уже подписан, земля выделена, консессионер определенный. Консессионер как раз, это одна из компаний, которая банна. Это Газпром банна. Для нас очень важно, что нас поддержала Валентина Ивановна и сенаторы в вопросах реализации мастер-планов Хабаровска и Комсомольска на Амуре. Это поручение президента России Владимира Владимировича Путина. Они подписаны, все поручения по мастер-планам 7 ноября, и пошла сейчас как раз-таки реализация. А это межведомственная работа, большая, объемная, с министерствами, ведомствами. И здесь мы нашли поддержку наших сенаторов и лично Валентины Ивановны. Большое спасибо сенаторам на самом деле за очень открытую, живую дискуссию, за действительно практически эмпатию в том, как были поддержаны запросные позиции Хабаровского края. Все предложения, озвученные Михаилом Дегтяревым во время часа Хабаровского края, войдут в проект постановления Совета Федерации. Оно будет принято после окончания дней региона и наполнено конкретными мерами поддержки для развития края. Редактор субтитров А.Семкин